Здравствуйте! В конце концов дождались следующего фильма. И сегодня мы скажем насчет того, какое есть основное доказательство того, что мы живем внутри Земли. Все будут спрашивать, конечно, какие есть доказательства. И какие были вообще условия, обстановка этого доказательства. Эту короткую историю надо сказать, потому что это был год 1897, кончина XIX века. Но что мы скажем, более-менее знаем, что в половине XIX века как будто официально доказали, что живем в Солнечной системе. Ну, в этом XIX веке тоже пропихивалась так называемая плоская Земля. Ну и на конец XIX века появился эксперимент, который доказал, что мы живем внутри Земли. Не снаружи Земли, ни в какой Солнечной системе, ни как на плоской Земле, только внутри Земли. Тогда сразу возникает масса вопросов. И когда вы слышали насчет того, что живем внутри Земли, тогда у вас возникли многие вопросы. Но надо сказать, какие есть доказательства. Основные доказательства этого, что мы живем внутри. И сегодня есть тема геодезии. Что это геодезия? Это измерение. Можно измерять все. Поверхность озер, даже поверхность моря. В этом случае мы будем изучать, как в 1897 году одно общество корешиан измерили океан в мексиканском заливе. В городе Неаполь, на штат Флорида, Соединенных Штатов. Ну ладно, тогда мы еще скажем про эту обстановку. Так что XIX век, он известен том, что там пропихивались различные идеи. Как видим, различные идеи. И вдруг вот эта идея появилась. Откуда? Ну, можно сказать, откуда. Я уже сразу могу сказать, потому что история небоцентризма есть очень большая. Есть много артефактов, которых нет для идеи плоской земли. Там совершенно нет никаких артефактов. И для того, что живем снаружи, тоже нет никаких артефактов. Но это будет отдельно в фильме. Насчет этих артефактов, всей истории, с чего началось и все началось. Но сейчас я хочу сказать, откуда взялись корешиане. Они предпочитали, думали так, что они получили откровение от Бога, что живем внутри земли. Ну, хорошо. Откровение откровением. Надо это откровение, которое независимо от источника этого откровения, надо проверить. Обычно проверишь. А чем они занимались корешиане? У них было такое, вот из-за этого откровения, у них, вот это небо, небеса, они вращаются. Они вращаются. Вот, а мы живем внутри вот этой скарлупы. Если можно так сказать. А у нас скарлупа пустая. Ну, мы внутри живем, над нашими головами, существует шар небесов, который вращается, потому что вот эта скарлупа, она не вращается. Вот, что под нашими ногами, она не вращается. Только вот этот шар, так они предпочитали, он вращается. Ну, значит, откровение было, значит, надо проверить. И тогда, что они сделали? Они сделали деревянную балку с таких элементов. Вот отсюда до сюда. О, более-менее. Около четырех метров. И все это было с собой связано. Арматурой из патуни. Были затяжки, чтобы регулировать уровень. И это длилось почти на пять километров. Это положили на пляже. Ну, ладно, хорошо. Сейчас мы это скажем, как положили. Посмотрим дальше. Значит, этот был главар этой общины корешян. Это религиозная община корешян. Это был главарь, его имя Сайрус Титт. А другой, вот Геодетт, это, сейчас мы его посмотрим. Вот это есть Улисес Гранд Мороу. Все это, этот эксперимент носит название, вот, эксперимент Мороуа. Ну, хорошо. Он был Геодеттом. И мы смотрим дальше, что это так, что это так произошло. О, короче, на этом снимке. О, мы что видим. Как они эти все элементы связали друг с другом и положили на пляже на протяжении пяти километров. Смотрите, все это было дерево. Здесь тоже были деревянные укрепления. А через эту всю конструкцию пропустили пролив. Прилив. О, точнее, прилив. Прилив. Знаете, что прилив появляется периодически? Значит, что здесь происходило? По-моему, здесь тоже видно, что здесь даже на этих местах, на этих досках, вот, следы этого прилива. И почему, почему это дерево, например, не сталь? Если бы это было из стали, тогда бы это не держалось песка. Песок бы это все делал искривление. Например, почему дерево есть такое очень важное? Потому что дерево, оно так работает в воде, оно поглощает воду и распирается. И тогда все эти распоры распирали песок. А песок, как работает, он так работает, что, когда получают воду песок, он становится гущее и тогда сжимает вот основу этой конструкции. Но вопрос в том состоял, что эта балка вот была на этом уровне. Так что, эти укрепления очень были прочными. И, например, я вам так и скажу одну такую вещь. Волноомы давно-давно из чего делали? Из дерева. Потому что дерево во время нагревания солнца, оно не искривляется. И поэтому для этого эксперимента подобрано дерево. Но это не обыкновенное дерево, которое там где-то в лесу нарубили и сделали доски и здесь поставили. Нет, это было специальное дерево, которое было приготовлено специально для обложки, конструкции железнодорожных вагонов, которые производились в фирме Pullman в Шикаго, штат Мичиган, по-моему. И там оно было произведено. Вот эти элементы, почти 4-метровые, эти элементы все были там изготовлены по специальной документации. И это дерево, так, оно было изготовлено тогда, как оно было приготовлено. Оно 12 лет естественной сушки. Сушилось 12 лет под прикрытием и тогда взяли это дерево и использовали для этого эксперимента. Нормально на этом заводе вот такие дерево использовалось для того, чтобы каркасы железнодорожных вагонов выполнить деревом, чтобы нельзя было, чтобы какие-то обычные дерево использовать в вагонах, потому что когда бы со временем доски, которые связаны друг с другом, каркасом, они тогда бы исклювляясь и появляются, появляются большие такие места, которые можно бы там в котором-нибудь моменте даже засунуть руку. Между этими дисками такие зазоры, они появляются. Нормально это появляется, когда есть древесина, так называемая, мокрая. Здесь деревесина, она лежала 12 лет и ждала и железнодорожных вагонов, и ждала этого эксперимента. И поэтому, почему они взяли, еще одна причина, для которой надо взять такую древесину, потому что когда это длилось в течение 4 месяцев, и надо было вот в этой балке сделать уровень, который был 6 раз, 6 раз его проверяли на уровень, это значит, тогда влияние солнца, ветра или других вещей должно быть просто такое, что из-за нагрева, это не должно ничего случилось, потому что дерево, оно стойкое на нагрев, дерево, такие, как 12 лет сушки естественной, оно очень стойкое на нагрев. Если бы, например, сталь, скажем сегодня алюминий, этого никогда бы не получилось, потому что нагрев искривляет этот уровень. Но они это сделали, 6 раз это проверяли, все, все были свидетели, и все расписывались по фамилиям, кто это делал, кто проверял и все прочее. Потому что вот этот эксперимент, он в каких условиях производился? В общем, были так, были журналисты, которые смотрели время от времени, и даже были ученые тогдашних времен, и тогда надо было приложить много усилий для того, чтобы получить соответствующую точность. Эта точность, это тоже, как это, можно сказать, функция денег, время, потому что на этот эксперимент потратилось 32 тысячи долларов. Делилось с января по мае 1897 год. Так, это можно так сказать, и еще не все. В общем, еще была такая интересная, любопытная подробность, почему вообще этот эксперимент надо было сделать. Потому что были тогдашние ученые, и этим ученым одну вещь показано. Это был такой тоже эксперимент оптический, когда они знали на берегу моря, только не в этом месте, только в другом месте, что есть далеко остров. Далеко-далеко его вообще не было видно. Было очень большое расстояние, и тогда что они сделали? Они взяли люнет и его опустили на поверхность воды. И тогда, когда, ну, включили зум, если хорошо понимаете, зум, значит приближение, этот, в этой люнете на изображение, и вдруг появилось изображение этого острова, которое глазами вообще не было видно. Но с помощью люнета можно было этот остров увидеть. Это было довольно большое расстояние, и было несколько свидетелей, которые этот эксперимент оптически делали, и это взяли и показали этот эксперимент, показали, конечно, все было описано как надо, и показали этим тогдашним ученым. А они, что они сделали? Они сказали, что это рефракция. Поэтому мы видим этот остров, и они сказали, что это просто рефракция и ничего больше. Ну, это был на год раньше, в 1896 год. Они сказали, что это рефракция, это никакое доказательство. Ну, хорошо. Ну, они, значит, так, после этого эксперимента, вот сделали этот эксперимент, и уже доказали, что надо, и что существует. Так, мы поедем дальше. Так, здесь, вот, что это? Вот это главная часть этой балки, вот это, вот здесь работали над этим, чтобы этот уровень был хорошо сделан. Так, еще поедем дальше по графике. О! Наверняка, вот этот снимок. Вы тоже знаете. Он тоже существует вот эти крепления, вот эта балка, вот эти элементы. Вообще хочу сказать так, были за задержки, вот эта арматура из патуни. Вообще они очень приезжали много труда, чтобы получить точность этого эксперимента, чтобы никто ничего не смог сказать. И так и получается. Это прошло 122 года назад, так? 122 года назад. И никто успешно, я специально подчеркну слово успешно, не был в состоянии по сегодняшний день этого опрокинуть, этого эксперимента. Ну ладно. Поехали дальше. Мы еще скажем, то еще не все графики, чтобы вам сказать про это. О! Очень интересная вещь. Вот это вы собственно себе это проверите. То, что они заметили, это то, что они видели из нивелира. Это они увидели, когда проверяли уровень. Смотрите, здесь крест нивелира. Он находится, когда нивелир был без зома, без зома, только вот эта балка, вот эта доска, вот эта она, она была, как сказать, она была вне зома, вне зома. И она была на первом плане. И что получается? Что крест нивелира получается ниже горизонта. Я хочу так сказать при этом случае, что то, что мы сегодня так смотрим на море, и мы говорим, что это горизонт, а по официальной науке, это называется каржущися горизонт, потому что это действительно есть совершенно в другом месте. Ну ладно, я вам это расскажу в следующих фильмах подробнее, потому что там есть очень большая нестыковка того, что мы видим, а тем, что нас учат. О, это очень большая нестыковка. Но про этот эксперимент эту вещь можно проверить, как раз, потому что только может и так. То, что они заметили 122 года назад, то это мы можем тоже сделать с помощью оптической камеры или нивелира, если у вас есть в наличии. Но пока это было 122 года назад, но эту картину они специально начали, что такое, что они это заметили. Ну, так что горизонт ниже горизонта крест нивелира, ниже горизонта даже катер, парусный катер. Ну, хорошо, что у нас еще есть? Это мы проверим. Я вам скажу на следующем фильме, потому что я потяну эту тему, этой геодезии. Следующий, потому что я был три года назад на Балтинии, на берегу Балтийского моря, и я вам это покажу, как можно это проверить и заметить собственной оптической камеры. которая, скажем, будет перед зумом и будет тоже поставлено состояние уровня. Ну, ладно, сейчас едем дальше. Что у нас там? Так, а, вам еще так, вот это столько денег, в те времена это была очень большая сумма, но мы едем дальше, вот это в этом году это сделали. Что было после этого эксперимента? Что было после? Значит, так, я хочу показать, где это есть, где это было место, вот это, вот это неапол, штат Флорида, здесь мексиканский залив, а после, после возникла книга, чтобы это не прошло просто так. Что после этого произошло, это очень интересно. Они сделали документацию и передали тогдашним ученым. Эти ученые, они вообще очень взауно, они можно сказать, что они очень нервничали и даже относились вражески к этому эксперименту и к ним, этим вашим корешьянам. Но пока смотрите, книга, возникла книга на английском языке в 32 году, она была перепечатана на немецкий язык, но и сегодня тоже на английском языке. Так что этот эксперимент действительно еще никакого не было такого, чтобы успешно, подчеркну это слово, успешно чтобы это опрокинул. Никто этого не опрокинул. И как раз это было измерение океана, потому что слушайте, есть такие, которые там меня конечно говорят по интернету там разговаривают и все прочее, они всегда говорят, что есть такие, что они но всегда вода это уровень, но как раз не уровень, это есть вообще другая причина, это не уровень, это не в каким-то там это каким-то просто маленьком озерке, что это плоский уровень, плоская там вода всегда ищет плоскость, не в том дело, я это расскажу в других фильмах, но на этот эксперимент оказал, что океан не плоский, никак не может быть плоским и он не существует плоским, потому что все учли, приливы и другие вещи, все это сделали в сопровождении свидетелей, которые вот на этих измерениях они расписывались, так что это не было так просто закрыто, все же были журналисты, даже знали об этом эксперименте, ученые тогда, когда это все производилось, но они, ученые вражеские, как я сказал, относились к этому эксперименту, а потом все замели под ковер, чтобы была тишина, потому что тогда, в этих временах, все тогда было бы даже 122 года назад, все это перевернуто, вся эта навка была бы перевернута сверху вниз, или на бары снизу вверх, ну ладно, что я хочу сказать, были еще насчет этого эксперимента, первое первое измерение было 5 мая, а 8 мая это было второе измерение, все они были идентичные, и сейчас так, еще здесь была проверка, много лет спустя, я эту графику вам дам, вообще страницу на счет эксперимента по-немецки я тоже вам дам, только сейчас я найду это, о, вот это самое главное, то что я хочу вам сказать, вот эта графика, видите, вот эта графика подлиннее и по расстоянию, вот эти точки, вот это расстояние от воды до бауки, которая была уровнем, баука была около 5 километров, эти элементы были соединены друг с другом, и получили здесь, вот это была проверка, это сделал доктор Braun, может, может, 15 лет назад, но он это сделал, он все, измерения, все измерения, посчитал, и какие они должны получиться, если мы живем снаружи, вот эти кресты, значит, эти точки на этой графике должны быть снизу, если мы живем снаружи земли, если мы живем внутри, тогда все совпадалось, 5 километров, вот эти все точки, какая есть точность получилась этого измерения, это 0,25, сотных, сотых, процента, так что, так что, это вообще очень большая точность, конечно, можно было все еще было перечислено, ну, какой есть, как это сказать, когда сколько километров есть вокруг земли, если мы жили снаружи, тогда только с сегодняшними измерениями это была только разница почти 5-процентная по экватории, можно было все это еще раз перечислить, так и сравнить с сегодняшними измерениями земли и тогда получается вот по экватору разница почти 5-процентов, вот такая разница, так что никто успешно этого не подвергнул в течение 122 лет, так что это вам хочу сказать, вот это, что там еще, еще, значит, так, это, вот эта графика, это проверка, которую делал независимый ученый, доктор Браун, по-моему, австриец, и он это сделал, тогда, потому что все измерения, все измерения, они существуют по сегодняшний день, даже сделано этот эксперимент на каком-то отрезке, не только в одну сторону, но в другую сторону, обратно, чтобы править измерения, все совпадало, и это тоже замечено на этой сайте, который я вам дам ссылку под фильмом, так что как следующий, я потяну эту тему геодезии, потому что мы можем это проверить, и я был, когда был на Балтийском море, я это сделал, и вам покажу, как это проверяется, потому что такие вещи, так как весь небоцентризм, самому можно проверить, вот, это самое главное, не то, что там нам скажут в интернете, только мы сами это проверяем, это есть большое достоинство небоцентризма, ну и все, пока,